Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева-Черкесия, в студии Руслан Жибкаев. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов встретился с атаманом Кубанского войскового казачьего общества Александром Власовым и атаманом Терского войскового казачьего общества Виталием Кузнецовым. По поручению полпреда Юрия Чайки встретились в таком формате впервые. Обсудили вопросы взаимодействия и расширения связей органов власти и войсковых обществ в реализации стратегии государственной политики в отношении российского казачьего общества до 2030 года, утвержденного президентом страны. Были затронуты вопросы развития казачьего образования, поддержки, сохранения и возрождения культурных традиций казачества, реализации молодежной политики, участия казаков в общественной жизни республики. Особое внимание уделили патриотическому воспитанию молодежи. Затем руководители региона и атаманы рассказали представителям республиканских СМИ о важности встреч в подобном формате, о возможных вариантах сотрудничества. Сегодня мы видим, что казачество активно принимает участие в специальной военной операции. И сегодня каждое из войск очень большую, огромную работу проводит и в гуманитарном плане, и эта работа проводится не как-то перманентно, а ежедневно. И каждый из атаманов много раз уже его езжали и были на месте, координируют там определенную работу. Но здесь, наверное, мы сегодня больше говорили о молодежи, о патриотическом воспитании нашей молодежи, о тех планах и задачах, которые мы можем совместно реализовывать вместе с органами государственной власти. Сегодня казаки Батлопашинского отдела принимают участие в специальной операции на Украине и в составе добровольческих отрядов, и в составе воинских частей на должностях офицеров, сержантов, прапорщиков и солдат. Ну и взаимодействие с правоохранительными органами. Конечно же, мы сегодня обсудили этот вариант организации несения службы. Конечно же, мы над этим поработаем, и действительно перспективы по развитию у нас есть. У нас, безусловно, есть поручение президента Российской Федерации об обеспечении стратегии. И сегодня мы об этом говорили. Мы сегодня говорили о развитии государства службы казачества. Мы говорили о развитии экономической деятельности казачества, о статусе атаманов, которые здесь находятся на территории республики. И, безусловно, говорили о развитии молодежи. Сегодня также состоялся отчетный сбор по толпашинского казачьего отдела, который возглавил атаман кубанского казачьего войска Александр Власов. На нем подвели итоги работы и поставили задачи. Подробности у Али Баташева. Первыми почетных гостей встретила заслуженная артистка России Кубани Лидия Луценко и артисты казачьего ансамбля «Любава». Далее сбор проходил в соответствии с регламентом. Торжественный внос знамени кубанского казачьего войска, гимны России, Карачева, Черкесии и Кубани, традиционная молитва. Затем казаков поприветствовали высокие гости – атаманы кубанского и терского казачьих войск. Сегодня объединил духовенство, объединил вообще всех. Спасибо большое, что нашли время, будний день прибыли на наше мероприятие. Огромное спасибо. Это залог достижения результата. То, что мы сегодня видели. Все собрались, все объединились. И действительно для нас сейчас самое главное – единство и объединение. Мы все вместе. Терское войско, Кубанское войско – это показывает историю. Показывает современная история, когда казаки сейчас выполняют свой государственный воинский долг. Выполняют рядом по защите мирных жителей Донбасса. Участвуют бок о бок рядом в гуманитарных акциях. И мы помогаем и словом, и делом. Сегодня общая численность баталпашинского казачьего общества составляет 3285 казаков, отметил в своем докладе атаман баталпашинского казачьего отдела Валерий Дедук. Около 100 казаков в составе различных подразделений участвуют в специальной военной операции на Донбассе. 9 баталпашинцев в составе сводного отряда добровольцев Кубанского казачьего войска. С первого дня в Баталпашинцев активно учились в сбор гуманитарных акциях для жителей Донецка и Луганских народных акциях. Уже было отправлено более трех тонн грузов. На этом работа не останавливается. Я хочу поблагодарить всех, кто принимает участие, помогает нашим бойцам и делает общее дело по освобождению территории Донбасса от нацистского режима. Баталпашинский отдел оказывает посильную помощь классам казачьей направленности, которых у нас в республике организовано 8. Всего официально в программе казачьего образования задействовано более 200 детей. Карачева-Черкесия финансирует обучение 12 наших казачат в Южно-Российском лицее казачества Воноземцева. На сборе озвучили ряд предложений, в частности о создании в Черкесске центра казачьей культуры и многих других. Безусловно, нам предстоит сделать еще многое. Во-первых, необходимо обратить отдельное внимание на создание классов казачьей направленности в школах региональной столицы. Я уверен, что необходимая почва для этого создана. Во-вторых, отработать механизм работы по охране государственной границы с привлечением казаков по Талпашинскому отделу. На сегодняшний день подобная практика уже применяется, но мы можем использовать ресурс казачества еще более эффективнее. Атаман Зеленчукского районного казачьего общества Александр Федоров предложил проводить военно-полевые сборы среди казаков два раза в год, а также вернуть в школы предмет начальная военная подготовка, как это было в советское время. По итогам сбора работа атамана и выборных органов Баталпашинского казачьего отдела была признана удовлетворительной. Али Баташев, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Субтитры предоставил DimaTorzok Ветер восточный 5-10, порывы до 14. Температура ночью 14-16, днем 30-32 градусов тепла. С 18 июня по 17 июля в Кисловодском цирке спектакль «Клоун», посвященный 100-летию Юрия Никулина. 2-96-58. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. Народный артист России Юрий Куклачев и его потрясающие кошки. 17 июля. Черкесск. Зеленый остров. Амфитеатр. Билеты в кассе и на сайте biletik.pro. Как институционализировать работы и продвинуться вперед? Во второй раз географы Москвы, Петербурга, Сибири, Осетии, Чеченской республики со всей страны на неделю съехались в Карачаево-Черкесию. В первый день в информационном визит-центре Тибердинского национального парка ученые и аспиранты провели пленарное заседание Северокавказского научного сотрудничества. Доклады и дискуссии слушала Алла Динаева. География заседания широка. Тут представлена вся Россия и с каждым годом состав участников меняется и расширяется. Многие из присутствующих известны своими научными работами. А с сегодняшнего дня знакомы ей лично, но представляют их друг другу по-особенному, как и заведено у географов. У каждого географа в голове должна быть ментальная карта, которая вырабатывается за годы учебы, считают они. Аудитория не ограничивалась присутствующими в Тиберде онлайн. К ним присоединились еще участники. Рассказать и показать свои достижения, услышать критику, вопросы, таким образом восстановить картину, что же делается в горах Северного Кавказа и всей России, задача ученых. Роман и Наталья приехали из Санкт-Петербурга на автомобиле. Они работают в межпарламентской ассамблее. Самолеты летают немножко дольше, чем раньше. Это более оптимальный, более доступный путь прибытия сюда. В прошлом году мы приехали за два дня сюда. Утром выехали из Петербурга и вечером следующего дня мы были здесь. Это у нас такой рекорд передвижения. Я работала в разных других горах. И на Алтае, и в Саянах, в Монгольском Алтае, и даже на Теньшане, и чуть-чуть на Памире. Так вот, горы Кавказа, они совсем другие. И они тоже прекрасные, и они удивительные, совершенно с каким-то своим неповторимым колоритом. Еще один участник заседания, доктор географических наук Денис Дирин из Барнаула. Я в рамках своей научной деятельности в основном занимаюсь Алтаем и Саянами. И опыт вот этой организации, Северокавказское научное сотрудничество, ну, пожалуй, на сегодня в России передовой и, к сожалению, наверное, единственный. А объединяет с 2014 года всех участников Северокавказского научного сотрудничества. Вопросы связаны с проблемами горных территорий. Не только вот Северного Кавказа, но и вообще затрагивает интересы всех горных территорий. Научно-технический прогресс, научный подход к изучению горных территорий, сложных горных территорий, сильно дифференцированным рельефом. Они позволяют получить информацию, которая может стать основой для принятия эффективных управленческих решений. Тема моих исследований – это как раз горные территории, горные ландшафты. Поэтому и структура, функционирование, динамика ландшафтов, в том числе и в результате климатических изменений, но и антропогенного воздействия. Мы постараемся партнерство науки, практики, местных сообществ, местных властей, федеральных властей как-то институтировать, как-то продвинуть. Вот это вот сегодняшняя, 2022 года, задача перед горными исследованиями и перед Северокавказским научным сотрудничеством. Доклады и дискуссии продолжались в 4 часа. В Тиберде завершилось пленарное заседание Северокавказского научного сотрудничества. Следующее мероприятие пройдет в Кочегу именю Умара Алиева, а затем географы со всей России планируют посетить Сентинские и Шуанинские храмы и после побывать в долине Махар и в Верховьях Кубани. Алладинаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Тиберда. Они защищают права и интересы граждан. В Архазии адвокаты республики отметили день образования адвокатской палаты Карачаева-Черкесии. В торжественном мероприятии приняли участие представители защиты, а также гости из разных регионов СКФО и городов России. Подробнее расскажет наш корреспондент Альхан Лепшоков. Каждый год в профессиональный праздник адвокаты подводят итоги своей работы, поздравляют коллег и награждают лучших работников за успехи в этой сфере деятельности. Торжественное мероприятие прошло в живописнейшем уголке нашей республики Архызе. Коллег поздравил председателя адвокатской палаты Карачаева-Черкесии Руслан Кубанов. Он подчеркнул, что подобные встречи сплачивают представители адвокатского сообщества у нас в регионе. Мы отмечаем день основания нашей адвокатуры в Карачаево-Черкесии. Она была основана в 1991 году в связи с тем, что в Карачаево-Черкесии образовалась республика. В соответствии с этим мы вышли из коллегии адвокатов Ставропольского края. Это была последняя суббота июня. И мы примерно в эти сроки каждый год традиционно отмечаем свой праздник, на который собирается большая часть всех адвокатов. В ходе торжественного мероприятия отметили поченными грамотами работников защиты за верность адвокатскому долгу. Также представители адвокатских палац регионов Северного Кавказа и городов России поздравили адвокатскую палату Карачаево-Черкесии и вручили ведомственные награды. Адвокаты нашей республики занимают достойное место в рейтинге юридического сообщества страны. Карачаево-Черкесия, она как-то особнячком во всей адвокатуре Юга России. Это высокий профессионализм адвокатов, которые вот здесь работают. Вот их особо нужно отмечать и отметить. И мы всегда об этом говорим на уровне российском, в федеральной палате, что именно в Карачаево-Черкесии работают высочайшие квалификации адвокаты. Вот это хотелось особо отметить. И конечно, когда я получил приглашение сегодня сюда к вам, в Карачаево-Черкесии, я с удовольствием, с огромной благодарностью принял это приглашение. Адвокатская палата сплачивает всех нас и отрадно сегодня видеть, что нашу работу высоко оценивают. Мы стараемся оказывать правовую поддержку людям, говорят представители защиты. Хочу поздравить всех своих коллег с профессиональным праздником. Для многих мы адвокаты остаемся в последней надежде для того, чтобы реализовать свои права и защитить свои интересы. Желаю всем коллегам в дальнейшем профессиональной деятельности с гордостью нести звание адвоката. Хочу поблагодарить наше руководство, а именно претендента палаты Кубанова Руслана Борисовича, Карабашева Мурата Ануаровича, Хасанова Мурата Хасановича, который создает все необходимые условия для нашей нелегкой работы. Зная, какие люди у нас в руководстве, мы уверены, что всегда можем рассчитывать на корпоративную защиту. Также от адвокатской палаты Адыгеи медалью за верность адвокатуре отметили председателя адвокатской палаты Карачаева-Черкесии Руслана Кубанова. Алихан Лепшоков, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаева-Черкесия, Архыс. Это все вести на сегодня, а прямо сейчас смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьем. Всего доброго и до завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова